Дорнадо Энерджи Господи, как я устал страдать! Как я устал играть на СТ 8 уровня, которые ничего не могут! «Сербушка, дорогой, твой лик святой! Передо мной каждый бой! Я молюсь тебе по три раза на день, утром, днем и вечером, но все никак не могу нагнуть ни на одном СТ 8 уровня! Все они, все они никчемные и сосуд с десятками! Пожалуйста, яви мне свой божественный лик и расскажи, на каком, на каком среднем танке 8 уровня я наконец-то могу почувствовать себя нагибатором и убить всю вражескую команду! Отзовись! Отзовись, божественный! Расскажи мне, пожалуйста! Смерть ютубовский! Ты хочешь машину нагиба? Ты хочешь перестать сосать с десятыми уровнями? Да, «Сербушка», да, спасибо, что явился передо мной! Спасибо, что явился божественный лик! Покажи мне, укажи мне правильный путь! Покажи, какую машину мне нужно выкачать, чтобы наконец-то сделать офигенный гайд, и чтобы мне поставили много тысяч лайков, и чтобы я мог стать самым крутым и успешным ютубером, и блогером, и просто стримером! Ну так слушай меня, одноклеточный! Есть одна машина, о которой мало кто знает! Это машина богов! Это божественный агрегат, на котором я сам даже иногда выезжаю в рендом, чтобы посмотреть, как живут смертные парнокопытные! Так уж и быть! Сегодня мы уволили несколько бездельников из отдела баланса и картоделания, и у меня хорошее настроение! Так что, дарю тебе с божественного плеча! Эта машина называется М26 Першин! Всем привет, ребята! С вами Джофф, и сегодня я хочу вам рассказать о машине, на которой я последние дни получаю просто невероятную кучу удовольствия! Столько кайфа я давно в нашей игре не получал, разве что, наверное, тогда, когда впервые выкатился на паттоне девятого уровня, и понял, насколько это офигенная машина! Наверное, многие из вас согласятся в том, что сейчас СТ восьмого уровня не просто играется в рендоме! Многие из игроков уверены, что СТ-8 сейчас сосут, потому что попадают в бои с десятками, и им там очень сложно! То есть, тяжем в восьмом уровне подоса в восьмом уровне еще более-менее! А вот СТ восьмого уровня, ну, чувствую себя немножечко обделенными, и, возможно, кто-то прав, считая так! Но среди СТ-8 есть вот такие вот машины, как М26 Першинг, которые просто нереально нагибают! И то, что это офигенная машина, я понял буквально-таки только пару дней назад! Почему? Сейчас вам объясню! Не многие из вас знают, но когда-то американская ветка СТ выглядела совершенно иначе! Раньше на седьмом уровне все так же был Т-20, а на восьмом уровне был Т-23, который потом вывели из рендома и заменили Першингом! Вот, а Першинг в те старые, просто очень лохматые времена, он был на девятом уровне, и это был топовый СТ девятого уровня! Потом ввели Паттона М46, и Першинг опустили на один уровень до восьмого, а Т-23 просто вывели из игры! Он недавно мелькал, ну, как недавно, где-то, может, полгода, год назад, он мелькал в виде акционной машины, якобы, за глобальную карту, там, с какими-то, вроде бы, вроде бы, какими-то своими характеристиками, вроде бы, даже он кого-то есть! Честно говоря, в сортах глобального говна я особо не разбираюсь, но знаю, что какие-то его характеристики мелькали, и в каком-то виде он то ли вышел, то ли планировался разработчиками, но это не важно! Важно то, что, ребятки, в тот самый момент, когда я полностью прошел Т-23, был очень веселый танчик, и уже готов был купить себе Першинга, разработчики заменили Першинга на Паттона, а Першинга сделали восьмым уровнем, и получается, что у меня так и не было времени покататься на этой машине, потому что я сразу себе купил Паттона, и вперед нагибать! И вот спустя года, можно сказать, я слышал краем уха, что М26 Першинг офигенная тачка! Ну, я думал, что он офигенен, в том плане, насколько вообще офигенен любой американский СТ, 7, 8, 9, 10 уровня! Хорошие УНы, комфортная динамика, комфортная пушка, хорошая пробивная, стабилизация, стрельба на ходу, и так далее, и тому подобное! То есть, стандартный вот этот вот американский геймплей средних танков на холмах, когда ты играешь от УВНов на холмах, и чувствуешь себя очень комфортно! Но я не знал про маску этого танка, я реально про нее не знал! И вот, случается фигня, что разработчики вводят в продажу на РУ-регионе, вот этот вот Паттон корейский, который по своей сути, кстати, хороший танк, и несмотря на то, что вы его обсирали в моем обзоре, в комментариях, я считаю, что этот премь действительно хороший, и, кстати, он желас того же мнения, а вы знаете, что он тот еще любитель премьев, скажем так, и вообще не особый любитель СТ-8! Вот, так вот, ребятки, этот Паттон корейский, он по сути своей полустоковый першинг, то есть у него стоковая башня от М26 першинга, у него такое же там плюс-минус орудие, вот, ну и примерно по своей концепции эти два танка практически идентичны. И понятное дело, что я начал выкатывать Паттон корейский, выкатывал его в течение там 15-20 боев, а потом, когда уже наиграл пару интересных боев, взял для сравнения на пресс-аккаунте М26 першинг, чтобы сравнить эти два очень похожих танчика, и сделать вывод, насколько премь хуже или в чем-то лучше, чем прокачиваемый его собрат. И моему удивлению просто не было предела. То есть, в принципе, более-менее все то же самое, то есть, хорошие УВНы, хорошая динамика и тиры-пыры, но маска, ребятки, маска, это просто, ну это, давайте будем честны, это просто пиздец. Маска у этого танка, это такой кайф, что, блин, не знаю, вот вы катались, наверное, и на Паттоне 9 уровня, и на Паттоне 10 уровня. Вы знаете, да, что такое американский СТ? Так вот, представьте себе Паттона 10 уровня, у которого непробиваемая башня, или непробиваемая маска. Маска, сука, на практически всю башню. И вот он катается, выезжает, стреляет, офигенно все попадает, и у него еще непробиваемая маска, и он может танковать. Это идеальная машина. Это как, если бы, ребятки, у нас был бы в игре нормальный СТБ, да, у него была бы нормальная стабилизация, хорошая точность, вот такие же, как есть сейчас у Вены, но не было бы картонной маски. Вот представьте себе, СТБ с абсолютно непробиваемой башней а-ля Советы. Вот это, ребятки, М26 Першинг на 8 уровне, на 8. И вы понимаете, с одной стороны, вроде бы просто картонный американский СТ, с другой стороны, ты выкатываешься из-за холма, и получаешь в лоб непробитие от Объекта 704, просто по КД. Да, иногда тебя пробивают, да, бывает, иногда там проходит какое-то овер, дохера пробитие у снаряда вражеской ФТСАУ, и дамаг проходит. Но все СТ 8 уровня, ТТ 8 уровня, которые стреляют тебе в башню и попадают в маску, эта маска, она все сжирает. Вы знаете, раньше, когда встречался с этим Першингом, катая на других танках 8 уровня, и не пробивал его в маску, я думал, блин, что за фигня? То есть я что-то там краем уха слышал, что да, маска у него крепкая, но каждый раз меня это удивляло, и я просто об этом буквально через секунду забывал. Но сейчас, когда я покатал этот танчик, я понял, насколько он охрененен. Ну, давайте по пунктам, да, у нас есть в комментах любители характеристик, обсуждение горловины бочков и так далее. Что касается его прочности. Прочность хорошая, 1440, если я не ошибаюсь, да, у нас тут 1440, да. Прочность хорошая, в принципе, стандартная. Динамика маневренность не рекордная на уровне, вот, но, в принципе, средненькая. То есть этот танк, это, понятное дело, не Т-44, который очень быстрый и маневренный, это не CDC, да, который тоже очень быстрый. Но это не такое слоупочное говно, как Центурион или ФС-4202. То есть это такой вот среднячок. То есть динамика маневренность достаточно комфортная, чтобы и закаруселить, и куда-то приехать, но при этом играть в светляка, прям такого суперподвижного, как это делают некоторые любители CDC или Т-44, да, и умирает буквально через 3 минуты после начала боя, у вас сыграть не получится. То есть динамика вполне себе комфортная, но не рекордная. Что касается бронирования корпуса, его практически нет, но, опять же, танковать гуслями на этом танке можно. То есть у меня не раз были ситуации, то есть, ну, это стандартная, скажем так, фишка многих американских СТ и ТТ, когда ты выкатываешь на врага, резко подворачиваешь в момент его выстрела борт, и снаряд просто вдоль борта уходит в землю. То есть он пытается тебя выцелить там НЛД, ты просто подворачиваешь, и снаряд там куда-то в ебеня улетает. Стандартная фишка, извиняюсь, часто ее пользуюсь. Ну и, понятное дело, башня. Ребятки, башня зацементирована просто отлично. Вот я вам сейчас покажу. Получается, что у нас вот эта маска, она полностью неопробиваемая. То есть можно ее, конечно, пробить. Shit happens, дерьмо случается. Вот, но она очень хорошо бронирована. Танкует голду танков 8 уровня, танкует ПТ-САУ 9 уровня. Сам я это все пробовал, и это нереальный кайф. Просто вызывает в тебе нереальный кайф и нереальные чувства. Но, при этом вы видите вот эту броню вокруг маски. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Оно, к сожалению, все картонное. То есть, если против вас ИС-3, Тигр 2, ФС-4202, Центурион, то есть все танки с пробитием в районе 200, к сожалению, вся плоскость башни лобовая вокруг маски будет без проблем пробиваться. Если против вас танки 7 уровня с пробитием 175, где-то в таком районе, ну, может, конечно, не пробиться, но, скорее всего, тоже пробития хватит. То есть, башня в целом картонная, и танкуем мы только маской, об этом стоит помнить. То есть, если вы надеетесь, что с близкой дистанции вы все танканете, не надейтесь. Маской Першинг лучше всего танкует с дальней дистанции, там где-то 200, 300, 400 метров. Вот. Что касается обзора. Обзоры, ребятки, на этом танке отличные. Восьмой уровень 400 метров. То есть, я считаю, что если вы играете соло, а не взводом, стоит ставить оптику, и светить, и насвечивать, и, как говорится, получать с этого дивиденды. Вот. Но, если вы играете во взводе, можно пожертвовать оптикой, поставить все максимум на сведение стабилизатора, и досылатель, максимум на точность. Вот. И уже играть от дамага, от распределения, от общего ДПМа и так далее. ДПМ, кстати, неплохой. Там в районе 2000, где-то 2100 с досылателем. В общем, в принципе, вполне неплохо, как для восьмого уровня. Ну и последнее. Пушка, ребятки. Пушка хорошая. 190 пробитие. 240, если не ошибаюсь, урона. Вот. Точность 0.37 на 100 метров. 2.3 сведения. То есть, достаточно быстрая сводка. Вот. Достаточно неплохое пробитие. Вот тут меня, к сожалению, ребятки, бачатик убивает. Вот. Я пытался вытянуть этот бой, как вы видите. Но, к сожалению, против бачата не попрешь. Загуслил его тут. Видите, один раз меня бачат даже в маску не пробил. Но, к сожалению, потом выселил корпус. И на этом была моя песенка спета. Хотя вы, наверное, заценили, да, как вражеский арт-табледок убил союзную ягу. Я с этого просто нереально прокайфовал. Конечно, пробитие не так много, как у CDC, муца или FCM50T. И многие скажут, что это минус. Да, ребятки, это, конечно, минус. Но 190 это как раз тот минимум, чтобы в топе или в середине списка практически не использовать голду. Но, при этом, если вы попадаете вниз списка, и вы понимаете, что голду придется использовать, голда у нас просто шедевральная. Голда у нас одна из самых лучших среди всех танков восьмого уровня. Ну, может быть, не считая ПТ-САУ, да, и разных там борщетских с 300 пробоя. В то время как у Т-69 голда, это кумулятивы с пробоем 250 всего лишь. Вот у нас это подкалиберы с пробоем 268. Вот такой вот, ребятки, офигенный танчик. Мне он очень понравился. Я вам крайне рекомендую его качать или выкачать, или просто попробовать. Учитывая, что у этого танка есть и офигенная пушка, и неплохая динамика, и хорошие вены, и еще супер бронированная маска. Все это делает из него, ну, просто офигенного нагибатора. Честно вам скажу. Машина просто богов. Спасибо разработчикам, спасибо Минску, и спасибо Сербу за такой отличный агрегат. Качайте, ребятки, М26 Першинг. Это просто квинтэссенция американского нагиба на СТ. А на этом я с вами прощаюсь. Жмите лайк, если вам тоже нравится Першинг. Подписывайтесь на канал. И в ближайшие дни вас ждет обзорчик по Т30. И это тоже было для меня приятным удивлением. Обкатка этой машины после апа. Увидимся. Пока-пока. На восьмом уровне. В принципе, я думаю, вы многие... Субтитры сделал DimaTorzok.